Виктория с семьей была дома, когда раздался первый взрыв. В одно мгновение вылетели окна. Женщина говорит, все произошло очень быстро. Не успела, все было. Моргнул, и все. И все уже висит, и все на тебя прилетело. Обтрусываешься от стекла, и думаешь, живый-то, вроде живый. И бегом надо выходить, понимаешь, потому что повторно может прилететь. В этот раз так и произошло. Семья только успела добежать до погреба, как разорвалась вторая ракета. Она упала на проезжей части улицы. Взрыв перебил подземную водопроводную магистраль. Повредил магазины и дома. Загорелись машины, говорит Виктория. Одновременно взервался мотоцикл, одновременно взервалась машина. Вот тут два взрыва было, и пошел огонь еще больше. Люди, я вышла, люди просто лежали. Там лежали, обгорелые, там... Жалко. Этих тварей надо наказывать. Ракетная атака РФ произошла около шести вечера. На улице и в магазинах в это время находилось много людей. От взрывов погибли семь человек. Трое из них дети. Ранения получили 38 горожан. Шесть из них в тяжелом состоянии. У пострадавших осколочные ранения, контузии, травматические ампутации конечностей и переломы. Много раненых детей 2007-2008 годов рождения, которые отдыхали в парке. Мальчик передвигался на мопеде и погиб в момент прилета ракеты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия. Это были подразделения вольнянской части. Начали проводить аварийно-спасательные работы. Горели частные магазины, частный дом, а также несколько гражданских автомобилей. На месте атаки продолжаются восстановительные работы. Сотрудники коммунальных служб начали менять участок водопровода, который уничтожила российская ракета. Волонтеры разбирают завалы в разрушенных торговых точках. Среди бела дня в выходной день, там, где люди проводили свой досуг в центре города, где нет какой-либо военной инфраструктуры, врагу мы точно это не простим. Сегодня в Запорожской области объявлен траур по погибшим в Вольнянске.